При поддержке городской администрации спикером был приглашен Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, эксперт благотворительного фонда профилактики социального сиротства. Он является автором ряда книг по кризисной психологии, имеет большой опыт в тяжелых кризисных ситуациях, долгое время работал психологом в хосписе для детей с онкологическими заболеваниями. Участники семинара узнали факторы риска, цели суицидального поведения, познакомились со статистикой социологических исследований. Михаил Хасминский ответил на вопросы о том, как контролировать поведение детей в интернете, как влияет современная массовая культура на группу риска по суицидальному поведению. Если вы правильно проведете, что вы не стукачи дети, чтобы помочь Васе, который там упал, это не стукач на него, а ему помощь реальная, чтобы жизнь ему сохранить возможность. Поэтому вы ко мне, учительнице, подходите, рассказываете, если что, я вас не сдам, ничего. То есть наоборот, мы сделаем как-то так, чтобы все было хорошо. Умение пользоваться информацией, ну считайте, это агентурная работа. Педагоги, психологи образовательных учреждений, священники, специалисты служб опеки, родители обсудили важные практические вопросы помощи суицидентам. Одной из составляющих негативного влияния на подростков называлось информационное загрязнение. К сожалению, в пространстве социальном, да, бардака настолько много, то есть настолько вообще, в принципе, все загрязнено, когда никто не понимает, ну, то есть нет четких понятий добра, зла, приемлемого, неприемлемого, как надо себя вести, как не надо себя вести и так далее, что это, конечно, вызывает грязь, в том числе и в эфире, и в информационном пространстве, что проще дать всякую дрянь, на нее больше клюют, соответственно, это лучше монетизируется. Это идет во вред душам, но зато это идет на пользу карману. Главным посылом своего выступления Михаил Хасминский назвал помощь в первую очередь родителям в определении суицидального настроя у ребенка. Только своевременное выявление кризисных ситуаций поможет предотвратить возможную трагедию.